Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы учреждений высшего образования по борьбе с коронавирусом. По результатам стало очевидно, беспрецедентные меры, принятые Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19, являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. О том, как проходит ежедневная и кропотливая борьба в сюжете итогов. Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина, обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и помощь в спасении больных и не должны оставаться в стороне. Слід відзнашити, що в нас вже є приклад активної діяльності зі сторони закладів вищої освіти у сфері боротьби з COVID-19. Національний університет, Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет, об'єднавши зусилля, створили Центр боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19, а також медичну клініку. Облаштовуються палати для надання екстреної медичної допомоги. До роботи залучаються провідні фахівці-викладачі, кандидати, доктори медичних наук, які мають практичний досвід роботи. Колектив Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія виготовляє понад 200 масок в день, використовуючи матеріал, закуплений університетом. Студенти третіх-шостих курсів Одеського медичного інституту МГУ виявили бажання надати волонтерську допомогу медичному становам Одеси. Такі заходи дозволять суттєво підтримати місто в боротьбі з ковід-19. Ковід-19 виклик усьому суспільству. Від кожного з нас залежить успішність боротьби з пандемією та мінімізація її наслідків. Ще дві неділи назад тут розпочалися учебні аудиторії. Одеський медичний інститут МГУ готовився до продовження учебного процесу. Але напряжена епідеміологічна обстановка заставила пересмотреть плани. Количество заразившихся коронавірусної інфекції в Україні і в Одесі росте. А медицинських возможностей в городі і області не хватає. Юридическая академія МГУ активно включились в процес по боротьбі з пандемією. Некоторі кажуть, а зачем ви це робите? У нас ще немає вспішки. Коли появиться вспішка коронавірусу, то за неделю невозможно зробити. Нужно готовитися і нужно готовитися всі. Я благодарен Вячеславу Алексеевичу, Палясному, доктору медицинських наук, професору нашому, проректору по медицине МГУ, що під його руководством ми робимо все для того, щоб соблюсти всі норми медицинські. І він, як ніхто, хорошо знає. Більше того, я вам хочу сказати, з цією аудиторією, ми переоборудовували тут напротив душевая кабина, отдельно для цих лиц, які попадуть сюди, в цю палату. Тут напротив знаходиться також ординаторська, де будуть знаходиться врачи. І я думаю, що такі ізолятори нам потрібно готовити. Ставимо перегородки, ми подводимо воду, ми подводимо кислород сюди, ще спеціальне оборудовування треба. Але це треба робити. Якщо не ми зробимо, то хто зробить? У нас є хороші спеціалісти, у нас є медики, у нас є целий медицинський інститут, є лічебний цілій факультет. Стритільні роботи в Центрі боротьби з епідеміями, протидіювання коронавірусу і защіту від пандемії COVID-19 на базі Юрокадемії, а також новосозданній клініки при МГУ на завершаючому етапі. Палата інтенсивна терапія і ізолятор практично готові. Следуюча задача – оборудувати ці поміщення. Ми планируємо, що це поміщення буде використований як ізолятор. Тобто напротив мене якраз запасной вход. Ми запасной вход цього здання превратили ще в один ход для того, щоб больні сюди при виявленні коронавірусу, вони через запасной вход сразу попадають сюди в ізолятор. Здесь медицинський роботник його осматриває, вони дають консультати і приймається здесь решення, щоб його направити в соседнє поміщення, в якому ми тільки що були. Це палата інтенсивна терапія. Ініціатива Сергея Васильевича Кивалова соціально значима і дуже відповідна в плані преобразування учебних мощностей Международного гуманітарного университету для возможностей оказання медицинської помощи пациентам з коронавирусом, в тому числі і тяжелим. Правильна організація цієї допомоги, т.е. со всіми мерами беззапасності і як для медицинських роботників, і так і для пацієнтів, з современними містами лечення, з інтенсивною терапією, це дуже важливий і відповідний шаг. Десь кожний желаючий зможе безплатно пройти експрес-тестування на COVID-19. В случае обнаруження болезни, пацієнта направляють в ізолятор с возможностью проведення інтенсивной терапії. При необходимості його заберет скорая помощь через отдельный выход, щоб не пересекаться с другими посетителями. Президент вузів напоминає, що несмотря на все організаційні і фінансові трудности, необхідне оборудовання вже закуплено. Одеська юрокадемія і Международний гуманітарний университет приобрели 10 тисяч экспрес-тестів на коронавірус COVID-19, 4 современних апарата іскусственній вентиляції легких, 500 литрів антисептика, один апарат для нагнетання кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 електронних бесконтактних термометров і кварцевых ламп. Колектив Высшого Об'єдненного Профессионально-техніческого училища сферы услуг Одесской юрокадемії своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Особое внимание при строительстве клиники уделяется условиям работы врачей, комфорту и безопасности медицинского персонала всех граждан. Для этого нужно соблюдать рекомендованные Всемирные организации здравоохранения правила. Здесь вот душевую кабину. Это специально установили душевую кабину для того, чтобы персонал после того, как он выходит с палаты, он должен обязательно иметь возможность зайти в душ. Инициатор строительства клиники подчеркивает, при необходимости есть возможность увеличить количество кайкомест. Один этаж, второй, третий, со временем переоборудовать все это здание в палаты интенсивной терапии. Мы должны быть готовы. Затратно, я подчеркиваю, это очень затратно сегодня, когда практически негде купить материалы строительные, переоборудовать аудитории в палаты, но это нужно делать. Это очень важно. Это важно не только для, допустим, студентов. У нас практически сегодня студенты на карантине. Это важно для всех жителей города. И мы должны показать пример, что нужно это делать. Вот посмотрите, здесь как раз стадион. Да не дай бог, если массово будет, если это потребуется для того, чтобы установить передвижные такие палаты, то можно, конечно, использовать этот стадион. В ближайшее время в усиленном режиме при Центре борьбы с эпидемиями противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Юрокадемии будет работать горячая телефонная линия. За важной информацией по эпид-ситуации обратиться в колл-центр сможет каждый желающий. Чтобы пройти обстредование, одесситы смогут записаться на прием и пройти экспресс-тест на коронавирус. При этом запись будет формироваться таким образом, чтобы не создавать очередей в клинике. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача. Сотрудники Центра – студенты Юрокадемии, которые вызвались помочь, выступив в качестве волонтеров. Обратились к студентам и юридической академии, которые проживают здесь, в Одессе. Обратились к студентам Медицинского института Международного гуманитарного университета, чтобы они выступили как волонтеры. Для того, чтобы они использовали те знания, которые, особенно то, что касается медиков, использовали для того, чтобы работать вот в таких условиях, которые мы им создали. Мы обратились к другим студентам, чтобы они были готовы к тому, чтобы объяснить, то есть работа в колл-центре. Сотрудник колл-центра должен быть максимально информирован в самой актуальной теме последних месяцев. Студенты, которые будут принимать звонки встревоженных одесситов, не один год уже оказывают помощь жителям города, работая в юридической клинике. Ее сотрудники ежедневно проходят специальные инструктажи от докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета о том, как правильно и эффективно организовать работу колл-центра. В нем будут работать администраторы, которые будут связываться с теми людьми, которые будут звонить нам. Мы будем работать в двух направлениях. Первое направление – это непосредственно медицинское обследование, консультация врача. И второе – это непосредственно прохождение экспресс-теста для определения наличия коронавирусной инфекции COVID-19. В первую очередь, хотелось бы сказать, что это очень важный проект на сегодняшний день, потому что большинство граждан из социально незащищенных категорий нуждаются в этой помощи. Этот проект создан как раз по инициативе нашего президента, почетного гражданина города Одессы Сергея Васильевича Кивалова. Уже не первую неделю сотрудники высшего объединенного профтехучилища сферы услуг юридической академии обеспечивают горожан индивидуальными средствами защиты в день по 200 масок. Таков вклад училища в решение проблемы жуткой нехватки медицинских масок. Недавно юрокадемия закупила для цеха натуральную хлопчатобумажную ткань, так что процесс будет продолжаться в безостановочном режиме. Передаем в разные учреждения, организации, во-первых, для себя, нашим сотрудникам, преподавателям, те, кто сегодня работает в разные пункты, в магазины, в больницы, в школы. Вот у нас в общежитиях живут студенты. Все студенты будут иметь вот такие маски. До момента, когда эта проблема стала массово освещаться в средствах массовой информации, с первого дня карантина наше училище по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, все сотрудники поддержали эту инициативу, мы начали отшивать маски защитные, которые еще на тот момент не были в таком большом дефиците, но уже на тот момент было прекрасно понятно, что государство своими силами не справится с таким спросом, который сложился на сегодняшний день. В этот момент, в это нелегкое время, еще раз мы поняли, насколько необходимо нам профтехобразование, которое находилось и находится сейчас не в наилучшем состоянии. Но благодаря тому, что мы являемся структурным подразделением Национального университета Одесской юридической академии, мы обеспечены всем необходимым. Изготовление медицинских масок – еще один вклад Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета в борьбу с пандемией. Самое главное, что это реальный вклад всего нашего коллектива в борьбу с коронавирусом. Я очень благодарен всем, кто принимает участие. Вот высшее профессиональное техническое училище, сотрудники этого училища, сферы услуг, они шьют такие маски. Медицинский институт Международного гуманитарного университета переоборудуют полностью аудитории, лекционные аудитории, палаты интенсивной терапии. Я думаю, что каждый, кто сегодня имеет хоть малейшую возможность, он должен вести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Открытие центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 и медицинской клиники состоится уже совсем скоро. Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет продолжают вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. Президент вузов убежден, в это сложное для города и страны время никто не должен оставаться в стороне. Решить глобальную проблему можно только объединив усилия.